Можилис единогласно поддержал исключение из закона о референдуме нормы, которая запрещает выносить на голосование вопрос о статусе первого президента Ельбасы. Поправка, которую внес Сенат, даже не обсуждалась. Депутаты проголосовали за проект в считанные минуты. Этот законопроект уже обсуждался вчера в Нижней палате. Но члены Можилиса тогда одобрили только технические поправки, которые касаются унификации форм бюллетеней. После заседания они не ответили на вопросы журналистов, будет ли из закона исключена норма о том, что предметом референдума не может быть статус лидера нации. Сегодня они объясняют, что вчера вопрос не значился в повестке. А сегодня сложилась совершенно иная историческая ситуация. В первой половине дня Сенат обсудил проект и предложил изменить часть 2 статьи 3 закона о референдуме. А именно, убрать слова о том, что первый президент является основателем независимого Казахстана и касающиеся его статуса вопроса не могут выноситься на референдум. Депутаты заявили, что исключение этой нормы станет правовым основанием для изменения Конституции, поправки которой разработаны по инициативе второго президента. Продолжение следует... Рабочая группа по изменению Конституции разработала 56 поправок к 33 статьям. Они предусматривают воссоздание Конституционного суда, который был упразднён, принятый в 95-м году Конституции. Запрещают президенту состоять в политических партиях на период пребывания на посту, а его близким родственникам занимать высокие должности на госслужбе и в нацкомпаниях, а также затрагивают работу парламента и избирательную систему. Продолжение следует...